Власти Алматинской области выделят семьям погибших летчиков по 2 миллиона тенге. Также они возьмут на себя организацию похорон и обещают решить все их жилищно-бытовые проблемы. Об этом сообщил глава региона Амандек Баталов на встрече с семьями погибших военных авиаторов. Все это время летчики проживали на съемных квартирах и собственного жилья в Талдыкургане не имели. Их сослуживцы поведали, что Ерлан Науанов и Денис Горбунов, когда подходила их очередь получать квартиры, всегда уступали ее тем, кто нуждался в жилье больше. Власти области заверили, что постараются как можно скорее купить квартиры их семьям. Напомним, у 37-летнего Ерлана Науанова осталось четверо несовершеннолетних детей, старше из которых 11 лет, а младше всего 4 месяца. У 40-летнего Дениса Горбунова двое сыновей. Есть предположение, что при создании аварийной ситуации, возможно, экипаж отворачивал от населенного пункта в цену своей жизни и в безлюдном пустынной местности упал. Они были моими учениками еще, в то время, когда я командовал здесь авиационной базой. С лейтенантских времен я обучал полетам на этом самолете, поэтому мне как бы вдвойне больно за их потерю. Они представляли Казахстан на совместных учениях в Китае. Там Ерлан тоже проявил чувство героизма в нештатной ситуации. Самолет не бросил, не катапультировался, а спас, посадил самолет. Я считаю, это настоящие герои. И мы, и местные власти, должны все делать для того, чтобы помочь их семьям, потому что они потеряли отца, потеряли мужа.